Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вера Лиса, и в этом видео мы будем отмечать Новый Год и подводить итоги за весь 2020 год. Ну что ж, поехали. И первым делом, что мы построили, это станцию Петровско-Разумовская. Возможно, вы скажете, что сначала я построил Комсомольскую, но нет, обзор на Комсомольскую я сделал 31 декабря 2018 года. Да, то есть... Вот так. То есть, первым делом мы всё-таки построили Петровско-Разумовскую. Ну, насколько вы знаете, помните, это кроссплатформенная пересадка, станция. Здесь есть новый зал, собственно, я сейчас в нём нахожусь. И есть старый зал, в котором я в том числе и нахожусь. В скором времени я хочу, я планирую соединить Петровско-Разумовскую с серой веткой, чтобы она, Петровско-Разумовская, не был такой пустой. В общем, да, здесь очень много также инфраструктуры. Здесь госпиталь, дорога, которую я, кстати, планирую соединить с трассой. Шоссе, и здесь также есть железнодорожная платформа, которая также называется Петровско-Разумовская. В общем, да, это всё, что я хотел сказать по поводу Петровско-Разумовской. Переходим к следующей станции. Станция Братиславская. Конечный поезд. Дальше не идёт. Просьба выйти из вагона. И, собственно, следующая станция Братиславская. Да, это та самая, которая 50-я станция. И я здесь немножко поправил кое-что. Ну, это ещё давно было. То есть я немножко поменял освещение. То есть было здесь просто сквозь мой красный, но теперь я ещё не делал такими серыми штуками. В общем, такая станция. Ну, ничего необычного на самом деле. Да, возможно, вы помните, как мы затупились вот этой табличкой. 50-я станция Московского метрополитена, построенная 11 февраля 2019 года. И здесь также есть карта. Всё как положено. Такой переход пустынный. Я бы... Ну, если бы я строил сейчас, я бы повесил здесь рекламу. Ну, как видите. В общем, это Братиславская улица. В будущем она будет дальше идти до Аж до Мичуринского проспекта. Но пока что вот так вот. Такие остановки, такая автостанция. Кстати, она такая же, как на Петровской-Румовской. И кинотеатр. Поговорим, я буду показывать вам. Мы его строили в одном из видео. Также здесь есть Братиславский мост. Всё как положено. И так же я вам не показывал. Да, я здесь продлил вот дорогу. И она теперь уже соединяется с... Александр. Следующий проект, который мы начали осуществлять, это станция метро Воробьевы Горы. Мы до сих пор не закончили его. Но всё-таки мы имеем что-то на выходе. Да. Я этот проект давно забросил, но недавно буквально начал его продолжать осуществлять. И здесь уже могут ходить груза полноценно. Благодаря вот этим вот тоннелям. Несколько он так вообще назвать. Также здесь будет в будущем переход. Наземный переход. То есть сюда. Непрямой. На станцию Дубовая роща, которую мы, кстати, тоже отрегуструировали. Ну, всё, что я могу сказать по этому поводу. Ещё я забыл упомянуть, чем особенный этот проект. Тем, что станция, она... Как бы в виде метро моста и находится над рекой. Река такая очень широкая. Здесь есть набережная. Всё. Больше не буду вас так. Ну, а после этого мы стали колоссально заниматься инфраструктурой. Ну, начнём мы с Бестемьяновской. В общем, вот здесь. Ну, здесь трамвай, здесь дорожки. Ну, здесь на самом деле ничего интересного такого. И парковочка. Едем дальше. Здесь... Славянский бульвар. Нет, это вообще Лермонтовский проспект. Вот он, да. Ну, собственно, здесь станция метро Лермонтовского проспекта. И здесь знак, что можно типа развернуться вот так вот и сюда заехать. Это вообще посольская улица. Здесь... Ну, здесь потому что посольство Франции. Не знаю, почему именно Франции, но... Здесь также есть магазин Билла, трамвай и... Всё как положено. Дальше небольшой скверик, где также Лермонтовский проспект. Подземный переход, чтобы пройти к трамваю. Ну, дорога вот так вот кружит. И также здесь есть монорельс, к которому мы ещё чуть-чуть попозже вернёмся. Ну, в общем, посольская улица. И в итоге приходит к горной набережной. Здесь жемчужный мост, дом и тоже небольшой скверик. Здесь, кстати, тоже дом в виде свечки. Я уже всё это показывал. Если хотите, можете с этим канал там увидите все эти видео. Так. Горная набережная проходит к станции метропарк культуры. И также здесь есть такой мини-зоопарк. Ну да, вот так. Здесь есть там кошечки, собачки, попугаи. И давайте вернёмся к монорельсу. На монорельс я тоже делал обзор, так что, если хотите прям подробно с ним познакомиться, пожалуйста, переходите на видео. Сейчас мы просто так ознакомительно просто смотрим, что вообще я построил за этот год. В общем, да, вторая станция. И здесь тоже такой небольшой скверик. И здесь проход к станции метропарк культуры. Ну ладно, да, я уже успел вам показать, что ёлка вот здесь. И также надпись 2020. Так, ну это в принципе всё, что я хотел показать про Новый район. Давайте дальше. Итак, потом мы построили станцию Отечественная. Был большой перерыв, да, потому что я ехал к бабушке на дачу. Но там я успел построить вот такую замечательную станцию Отечественная. И этому просвещено тоже отдельное видео. Ну сейчас просто так быстренько пробежимся. Вечный огонь погибшим солдатам. Ну, станцию вы сами видите, не надо её описывать подробно. 1941-1945. В общем, да, такая станция Отечественная, напоминаю ещё раз. Здесь эскалатор. Это, кстати, сороконожка была, да. Ну, сходим, да, такой вот красивенький вестибюль. Ну, мне лично нравится, вам может нет, но мне нравится. Вот правда, он хороший получился на самом деле. Также здесь есть парк Великой Отечественной войны. Воин-Освободитель. Родина-Мать. И также здесь есть могила неизвестного солдата. Давай сейчас на неё посмотрим. Собственно, вот она. Давайте включим день. Вот. Вот неизвестный солдат. Ну, сами можете прочитать, да. В общем, всё, что я хотел сказать про Отечественную. И осталось ещё две штуки. Также мы начали огромный проект Филёвская линия. Очень масштабный проект, на самом деле. И мне его до сих пор очень лень делать. В общем, станция Александровский сад. Дам, её в предыдущем видео официально открыли. В общем, давайте посмотрим на инфраструктуру. Потому что я вам уже её показывал. Ну, станцию, я имею в виду. Теперь давайте на инфраструктуру. То есть, ну, здесь ничего я не построил нового. Здесь всё как было. Дом, телебашня, тоннель. Всё как надо. Ну, в тоннель мы не будем заезжать. Если хотите посмотреть, что там, пожалуйста, кликните на предыдущее видео. А также мы должны ещё посмотреть на студенческую, пионерскую, бухгалтерскую. В общем, это дом я строил, ну, свой дом, как бы, свою квартиру. В общем, вот станция студенческая. Ну, она мне ещё не открыта, надо ещё инфраструктуру доделывать. Но мы это сделаем чуть-чуть попозже. Уже в двадцатом году. Также здесь есть станция пионерская. Вот она, да. Ну, я сделал её, как я сделал, то есть, по-своему, но... Ладно, неважно. Дальше здесь огромный перегон. Просто вот такой масштабный, огромный, да. И станция Багратионовская, она ещё не готова. Надо... Ну, она вообще разрушена. Надо будет перестраивать полностью. Ладно. Это всё, что я хотел. А, нет, не всё. Ещё один подарок. И сейчас я вам покажу подарок, но она легоц. И я для вас подготовил специальный подарок. На самом деле, я вас всё время скрывал станцию Соларьева. На самом деле, она ещё не готова, просто... Я забросил её в проект. В общем, да, вот станция Соларьева. Вообще, я начал её делать в начале 19-го года. И там вот. В общем, да, здесь всё уже почти готово. Вот, ну, единственное, что вот эта стена, она... Ну, пока ещё не готова. То есть, как будто эта сторона, можно сказать, всё. Можно готова для эксплуатации. Вот это вот... Нет, не готово. Но мы когда-нибудь к этому тоже вернёмся. И... Тоже достроим. Эм... И сейчас... Конец. В общем, я вас поздравляю с Новым Годом. И, ребят, спасибо... Огромное вам спасибо за 100 подписчиков. Прям вот спасибо. Спасибо. Эм... С наступающим вас 2020-м годом. Ну, а я пошёл строить метро. Пока-пока. 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 Пока-пока.